Зацените, чуваки, что я нашёл. Я был уверен, что я её давно уже продал. Нет, лежит, я уж почти забыл. Закупал я как-то года три назад акустические бас-гитары. Что я могу сказать? Если вы хотите, чтобы ваши акустические посиделки были действительно сочными и жирными, то помимо акустических гитар, каких-нибудь там перкуссионных, там-тамчиков и прочей лабуды, вам просто необходим настоящий акустический бас. Неважно, тусуетесь вы в лесу возле костра или дома, или на даче, если вы настоящий музыкант, тем более настоящий басист, то вам не надо таскать с собой электробас с комбиком, вам не надо пытаться играть басовые партии на акустической гитаре, вам надо обладать вот таким инструментом. Собран он достаточно неплохо. Так, сейчас мы хоба, чуть поправим струну. Ну, мы видим, да, что четвёртая струна к этому краю чуть-чуть ближе, чем первая к этому. Это не страшно, не критично, жить не мешает. Дальше на видео я этого не словлю, но просто поверьте на слово, что гриф, он не идеально ровный, да, поэтому выставлять, сука, фокусируйся, вот, выставлять высоту струн вообще в какие-то нули не получится, но, по крайней мере, здесь не надо допиливать порожек, и, в принципе, в принципе, он вполне играбельный, вполне играбельный. То есть, не сделаешь вот так вот, конечно, не сделаешь, начнёт греметь, но при такой высоте струн он вполне себе позволяет побренчать что-нибудь из застольных песен около русского рока по направленности так, чтобы получить от этого массу удовольствия. Вот, я с такой балалайкой выступал как-то на корпоративе у себя на работе, вот, ну, потому что вообще без баса было скучно, вот, а с таким басом было, в общем-то, даже ничего себе. Больше про неё ничего не скажу, она какая-то со всех сторон безымянная, я даже не помню, почём она мне по закупке обходилась, вот, кто следит не только за моим каналом на ютубе, но и за моими объявлениями в группе вконтакте, скоро я её там выставлю за какую-нибудь более-менее сформулированную цену. Субтитры сделал DimaTorzok